Такого еще не было, наверное, в мировой истории, чтобы Центральный банк забирал денег из экономики больше, чем дает. Это полный абсурд. Это Центральный банк наоборот. Это все равно, что, допустим, вы бы не выращивали своих детей, а наоборот, вы их, так сказать, гнобили бы всячески. При таком подходе, я говорю, как вы собираетесь финансировать тот рвок, о котором говорит президент? Даже инвестиции, нужны деньги для этого. У нас есть проекты, у нас есть понимание, стратегии, есть бумаги разные написаны, а где деньги? Кто их вам даст? На что вам что отвечают? На что они говорят? Не делал Центральный банк кредитовать экономику. Понимаете, это можно хоть упасть со стула. Центральные банки специально придуманы для того, чтобы кредитовать экономику. В этом смысл деятельности Центрального банка. Возьмите американский закон ФРС. Там написано, что Центральный банк должен поддерживать рост денежных агрегатов в соответствии с потребностями в развитии экономики. Прямая задача – обеспечить кредитование роста экономики. В этом функции Центрального банка, ради этого они создавались. Может быть, они изобрели нечто новое и претендуют на Нобелевскую премию в области экономики. Они настолько зашурены. Дело в том, что мне кажется, у них страх признать ошибки. Потому что признание ошибок, признать то, что из-за их политики... Это, наоборот, сильная сторона свечи, если человек умеет признавать свои ошибки. Вы не понимаете масштаба, так сказать, ошибок. Как говорится, это хуже, чем преступления. Если они признают, что они проводят ошибочную политику, это значит, что 20 триллионов рублей, которые недополучила наша экономика за последние 4 года – это их вина. Из-за них мы сегодня имеем продукции на 20 триллионов меньше. Из-за них мы сегодня четвертый год подряд видим падение уровня жизни. Из-за них возникла проблема с бюджетом сейчас, с бюджетом пенсионного фонда в том числе. И они как нам предлагают решать эту проблему? Не за счет олигархата, предположим, не за счет возврата денег в страну, не за счет экспортных пошлин, которые бы забрали природную ренту, не за счет налогообложения сверхвысоких доходов. Они предлагают все опять, пусть население все финансирует. Хотя у населения доходы не растут, им предлагают на 2% поднять НДС всем. Это про промышленности приличные, ведь НДС кто платит? Промышленность, машиностроение, легкая промышленность, сельское хозяйство. Ведь экспортеры нефти и газа не платят НДС. А именно там главный сверхприбыль. Это же абсурд. Да, говорят, давайте поднимем НДС, значит, мы увеличим налогооблагаемое бремя на тех, кто производит добавленную стоимость, главный смысл экономической деятельности. А те, кто ее не производит, они НДС не платят, потому что они экспортируют, за экспорт НДС платить не надо. То есть они обременяют экономическое развитие и параллельно затеяли пенсионную реформу, которую обычный человек понять не может. То есть они ходят по кругу, я бы так сказал. И они не могут... И не надо признать ошибок. Они никогда ее не признают. Никогда. Но признать, что из-за тебя страна уже третий год живет в катастрофе, лучше статистику фальсифицировать, понимаете? Это проще, всем будет приятно. Вот, признать ошибок никто не любит. Это такой масштаб ошибок. То есть мы могли бы сегодня расти с темпом 8% в год уже 5 лет, если бы не пошли по пути, который из Вашингтона был нам рекомендован, и Центральный банк и правительство все это проглотило автоматически и внедряет сейчас. Потому что это легко, делать ничего не надо. Да все-таки ситуация не фатальная. Конечно нет. Более того, у нас возможности, еще раз, для РФК, о котором говорит президент, налицо. У нас нет никаких ограничений для экономического роста. У нас главное ограничение – это денежная политика. Там плохая налоговая система, ее сейчас хотят еще ухудшить. Но это, я бы сказал, не смертельно. А вот отсутствие денег – это, понимаете, как отсутствие крови в организме. Тем более, если они искусно поддерживают сверхдоходность на финансовом рынке, корритрейт проводят свой, значит, деньги высасываются из экономики не только Центральным банком, но и финансовым рынком. То есть они создали насос, который такой, я бы сказал, несколько насосов, которые качают деньги из реального сектора за рубеж. При такой политике действительно невозможно их туда дать даже. Вот это вот узкое место, которое является абсолютно искусственно созданным. Вот если брать теорию экономического роста, что смотрят? Производственные мощности есть? Есть. Сырье есть? Есть. Трудовые ресурсы есть, как бы ни говорили, что их нет. Они есть. Надо поднимать правительность труда. Знание, наука и технологии работают, работают, насколько за рубежом наших людей. То есть все вроде бы есть для роста, а роста нет. Почему? Потому что система управления, которая сформирована, работает против роста. Рост не просто тормозит, она делает его невозможным. Спасибо. В завершение настоятельно вам рекомендую найти и прочитать новую книгу Академика Глазева «Ровок в будущее». Это очень серьезная прикладная работа, которая достойна вашего внимания. На сегодня, господа, это все. По будням, начиная с шести вечера по московскому времени, мы анализируем вместе с вами и нашими экспертами наиболее важные и острые темы в области экономики, финансов и политики. Меня зовут Юрий Пронько. Хороших вам выходных и до понедельника.